друзья я сегодня прощаюсь со своим холодильником мы купили новый холодильник сейчас мне надо все из него выгрузить я его помыла вчера и сейчас привезут новый у меня здесь беспорядок немножко я из морозилки вон все выложила и сейчас из холодильника вот последний раз покажу вам видите вот эти памятные вмятины которые дили мне сделала друзья на школе там это вот мероприятие какое-то шумное но это у нас всегда так вот наши винишко тут стоит друзья сейчас надо его быстренько прятать в общем я работаю друзья в ходе очистительных работ были обнаружены ключи от холодильника я предполагала что они где-то здесь но я когда их искала снимала видео про вот замки на холодильнике да я их не нашла вот видите как они работают эти замки я вам покажу вот здесь ну вот вы видели вот такая вот палочка да и вот сюда вот я так ну вы поняли что отсюда вылазит это вот штучка и фиксирует работает а ну-ка работает друзья работает все холодильник прощай вмятина памятная вот 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 все друзья проверяем новый холодильник и прощаемся со старым памятным пока пока вот друзья наш холодильник новый сказали на его 6 часов не включать пока а так хочется морозилка мне большая не нужна морозилка мне вот главное чтобы тут побольше это на 300 322 литра вот видите вот какая-то коробочка это наверное big box а зачем я думала это айсбокс для льда то нету у меня льда была в морозилке в том что замка нет а нет лизом как как это в индии или нет нет друзья у меня нету нету замка на холодильнике у нас что ли да вот и на новые холодильники уже без замков делать получается да нету ни замка не ключа уклад мне так не нравился тот замок супер посмотрим что это за коробочка я думала что это для льда но это не беда для льда можно купить отдельные штучки такие они у меня со старого холодильника тоже там какие-то остались сейчас я разверну потом покажу вам все правильно это для льда вот айсмейкер я уж из переживалась что у меня нету все тут есть вон какой огромный можно и отморозить и морозить вот так вот она здесь ставится можно вытащить если не на наверх нет наверх не влазит но я так понимаю эту полочку можно перемещать или нет они не нельзя 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 значит так оно должно стоять совершаю я друзья свой ежедневный променад и сейчас покажу вам я говорила тут клинику по пересадке волос открыли вроде бы дикейдж говорим он оказался прав вот видите что у нас здесь будет фейслифтинг лазер и вот пересадка волос не знаю откуда он знал она еще не открыта конечно уже понятно что здесь будет но еще оборудование не завезли все такое ну мне пока еще рано рано правда и сейчас друзья такое солнце просто уже летние я кепку забыла и очки забыла и она мне очень сильно в глаза сейчас смотрите какой автобус разрисованы красивый сейчас уже запретили их разрисовывать раньше вообще все были такие даже еще больше под разворачивается посреди дороги видите и пробка но это индия а меня просили зрители которые жили в этом районе 2014 году показать дом сфс на байпасе и я вам скажу я его уже показывала но наверное вы его не узнали этот район потому что вот не дома вот жилой комплекс этот сфс но я здесь 2015 года и здесь все очень сильно изменилось здесь расширили дорогу он пешеходный мост сделали в сам комплекс меня конечно же не пустят до меня и времени нету мы сейчас пешеходного моста его рассмотрим вот здесь граффити есть про него было отдельное видео чему оно посвящено можете посмотреть ну а мы сейчас пойдем на сфс смотреть с высоты пешеходного моста точно такой же мост возле лулу тоже недавно лулу снимала с моста красиво здесь очень очень красивый район современный вот эту дорогу расширили и вообще все кто приезжает те кто был еще до пандемии приезжают едут либо в аркалу либо в ковалам все удивляются насколько сильно все изменилось в обе стороны и дорогу расширили видите цветочки посадили красиво все сделали вот мгм институт и школа посмотрите какие деревья красивые здесь как уже коробки разукрашены и и вот возле этой школы дом меня просили показать я думаю если бы не школа то вы бы точно не узнали этот район чуть-чуть вперед пройдусь еще время немножко меня есть сегодня очень жарко очень душно покружимся вот школа такая большая красивая цветочек какой-то красивый класс классная школа очень красивая я ее так никогда не рассматривала особо близко мимо проходила и все и вот этот жилой комплекс я конечно не помню какой он был 10 лет назад может быть тоже изменился новые дома достроили наверное я не знаю но очень красивый такой с виду потом пикает сзади и очень большой а напротив него вон уже еще один построили жилой комплекс здесь по моему только один дом пока заселили в этом новом жилом комплексе что здесь еще еще это то офисы сфс он раньше был вот вот здесь вот ну а сейчас он уже здесь как здесь немножко на дорогу надо смотреть а то вроде как обочина но со всех сторон машины лезут красиво здесь очень сделали здесь видите у них и ресторан и гостиницы вон автосалон по моему мару тисюзуки такой вот себе жилой комплекс видите хоть это и сервис рот но тоже гоняют по ней и гоняют и машины и рикши вот здесь сколько заездов видите шлагбаум бах опустился а где охранник а у них наверно на пульте ничего себе ну я не знаю этого у нас то в моем доме шлагбаум вообще еще поднимает вручную на веревке охранник уже много раз собирались его сделать автоматическим ну чтобы он на кнопку нажимал хотя бы не руками и все равно не доходит как-то вот не делают нет джекейш постоянно говорит наверное у него такие мозоли на руках от этой веревки уже это сколько раз в день он этот шлагбаум поднимает и опускает видите здесь охранники заезд ну а за забором конечно мусор вот так вот такие вот дела у нас что поделать мы уже как-то стараемся не обращать внимание не зацикливаться не смотреть иногда конечно да злость берет особенно когда на твоих глазах это делают а вот друзья смотрите здесь же дорогу вот эту сервис рот как доделали смотрите с той стороны вот так вот ее на горе оставили вон вверху вот мы по ней пришли сюда а с этой стороны смотрите ее вот так вот кусочек сдолбали то что надо было для дороги да срезали а тут так и оставили вот забетонировали и то что уже на территории которая для дороги не нужна так и оставили этот кусочек горы там тоже забетонировали как то оно надкалывается все как то выглядит не очень надежно а вон там я вижу с той стороны крест какой-то в следующий раз туда зайду посмотрю сегодня не успею сейчас еще немножечко вперед пройду и пойду назад и здесь очень шумно поэтому я не знаю что я там вам наснимаю что вы услышите потому что с микрофоном ходить как то по улице знаете не не очень и с камерой а вот с телефоном удобно с телефоном хорошо ну вот мы уже собственно краешку подошли этого сфс уже дальше начинается другой жилой комплекс а я сейчас развернусь и обратненько почешу вот так вот все друзья показала пишите что вам еще показать что смогу покажу вон какой огромный огромный с театром там с йога залом с этим ой полем полем для игр ну не футбольным вы поняли там где бегать можно ну футбол тоже наверное можно играть потому что там где я живу видите у меня не жилой комплекс у меня просто один дом остальное этот наш хозяин распродал хотя там должно было быть два этих апартмент ну ничего зато у нас тихо соседей мало всех знаем а тут в таком большом тоже жить как то у нас так спокойненько все по простому по деревенски в нашем комплексе не комплексе в нашем доме многоэтажном ну я бы не хотела вот так возле дороги жить я живу не возле дороги и то у меня столько пыли мама дорогая что вам сказать я вечером пыль повытирала на своем стеклянном столе дурацком черном никому не советую такие покупать там утром можно пальцем рисовать я вам клянусь а мне друзья привезли сегодня вот холодильник этот я вам показывала и забрали наш старый и вы знаете этому нашему старому холодильнику получается мы его купили в 2010 году 14 лет ничего не путаю и я вам скажу качество и тот холодильник самсунг и тот самсунг но настолько я смотрю качество разное мне кажется что чем эта техника новее тем они делают хуже и хуже для того чтобы ты больше покупал или что во первых как то вот нету такого количества этих полочек всяких коробочек как были в том холодильнике но это не так важно но мне кажется даже качество этого пластика абсолютно другое во первых во первых у меня в том холодильнике полочки были стеклянные окантованные здесь они из пластика они даже там у меня получается они были вырезаны ну как внутри холодильника на стенке там же идет такая вот выпуклость там где вот этот воздух откуда холодно идет и там все было фигурно вырезано для того чтобы плотно прилегало к стене здесь нет прямо получается что по бокам холодильника дырки между полочкой и стенкой холодильника вот такие вот ну небольшие такие вот щели по бокам потом вот это вот резиновая прокладка на дверце она тоже абсолютно другого качества в общем я как посмотрела я даже расстроилась немножко я не знаю правда очень сильно заметно вообще абсолютно другое качество и самое интересное что этот холодильник в самсунге тот холодильник в самсунге смотрите 14 лет он у нас работал он работает с ним все в порядке он еще работает это мы уже решили что он старый и нам его мало а потому что у нас целую полку получается занимает всякие листья вот эти вот для ягуана и для Ваньки поэтому мы решили побольше купить уже маловато нам того стало морозилка то нет морозилка мне большая вообще не нужна мы там мало что морозил насчет ягуана друзья вчера посмотрела я какой-то ролик про ягуан я их много очень смотрю подписана на многие каналы на группы мы общаемся и там девчонка одна пишет какой классный ягуан я себе такого хочу а ей пишут ты ребенок сперва школу закончи потом ягуана заводи а она пишет да мне еще лет десять мне сейчас пятнадцать а вот когда будет двадцать пять то я бы забила ягуана я она я не ягуана ягуана мне так это слово понравилось боже я не могу я вчера целый день Ваньку вижу его ягуан ягуан говорю привет ягуан я его Ваньку уже не называю только ягуана ну вот так вот знаете как впервые я почувствовала себе как говорят что это сделало мой день или что такое иностранное выражение я вообще не люблю иностранных выражений но это в буквальном смысле это сделало мой уже второй день вот это ягуан уже такое слово классное мне так нравится что там солнце где-то садится не видно где оно там садится что мне уже да бежать надо шесть часов как раз полчаса туда полчаса обратно вот так вот вот друзья показываю вам наш шлагбаум на веревочке видите вот здесь противовес и вот так его охранник веревочка привязана и он его отпускает за эту веревочку держит и вот еще луну вам хочу показать смотрите какая красивая и это я уже знаю что если она вот так вот спинкой вниз лежит то это молодая луна вот а мы уже дома почти друзья вот вот дживен можно тебя показать уже спросила значит о не ну я бы не показала что это ну так нет нет дживен не поднимай ну ты чё сдурел не поднимай сам не поднимай сам иди сюда ну кошмар собрался поднимать этот шлагбаум это же не просто отмотать его надо это его держать надо уметь он охранник вышел воды попить это уже подождут немножко ой дживен с тобой не соскучишься что мне еще делать ничего это его работа это еще уметь надо делать ой дживенчик дживенчик вот так вот друзья и живем каждую секунду надо быть начеку с этим мальчиком взрослым все друзья я прощаюсь с вами прогулялись всем пока пока друзья спасибо за внимание всем всего самого-самого наилучшего что-то пахнет да до новых встреч друзья скоро и у вас весна тоже запахнет а у нас уже жара уже лет вот так вот ну все бай бай